Четвертая рельса хотели сломать совместимость А самое смешное, что один из данных сломанных совместимости связанный с Ханьковом Но в этом будет дальше Собственно, что у нас появилось в рельсе четвертой Во-первых, очень много выкид В третьей рельсе много чего добавили, они переписали идущую API И поэтому у нас старого кода со наследия второй рельсы И вот по этому наследию очень сильно прошлись Да, сразу говорю Вы, наверное, слышали, что в рельсе четвертой будет очередь Универсальный API для дополнения его к очереди и симфонная отправка с почкой Так вот, ее не будет Ее не смогли допилить После статьи они вдруг поняли, что на самом деле ничего не получается, и выпили Поэтому все как да, как встали в долгие времена Используем талет-аджоп и подобные штуки Ничего такого не будет Ну, отправки почты с симфонной сам собой тоже не будет Наконец-то 1.8 запрещен Его нельзя Рельсу четвертую нельзя запустить на 1.8 Только с 1.9.3 Поэтому из стандартных сорцов выпили старые хэши Это ужасное скобильнение глазам Это нельзя считать, и очень хорошо, что это убрали Ну и с генераторов Все, то есть, теперь все будет чисто, все будет красиво Все будет приятно Ну, это тоже давно уже говорили, что Вендор плагин Ну, они будут выпиливать Это уже довольно все предупреждали У вас есть 3.2, то вам вы видели бардинги Поэтому мы наконец-то убрали этот старый адапизм Какой? Второй, первый рельс Вот, и если у вас есть плагины Вдруг, то, собственно, переносите в гемы Переносите в папочку лик Все это довольно просто А вот эти тема Как вы помните В 3.1 или в 3.2 добавили эти тема В 3.1 То есть, когда у вас Одинаковые модели Обозначающие одинаковые строки Они гарантированно имеют один и тот же ID модель Ее попытались забелить Ее попытались сделать, но к сожалению Она не сработала и ей ничего не смогли сделать Остались баги, остались непредсказуемые проведения Поэтому мы ее выпилили Ну и самое главное, что выпили Find by Вы помните этот прекрасный символ рельса Find by E-mail Find or create by Не идея, а что-нибудь там ловит В e-mail Ну и да, либо e-mail То есть, это вот такая классическая вещь, но ее выбили Как вы знаете, почему? Потому что в 3.1 добавили нормальный Web При этом, собственно, если вы не знаете, как Find or create То вы просто до конца записываете После where fire Собственно, при рельсе к четвертой Добавили такой Менький ханкер Это find by Это, собственно, where Туда будет аргумент И делается first Это даже местами красивее и приятнее, чем было с find by Как минимум множественные штуки писать лучше Вы же понимаете, что find by Это была жуткая магия То есть, сначала При первом Метод миссинге Он добавлял это в итоге в объект Ну, динамический метод создавал И это была такая магия, которая Ну, она никому не была нужна Теперь магии нету, потому что все эти методы Они зафиксированы в модели Ну, если вам это очень нужно, то Ну, как-нибудь побоять Так сразу все вдруг Бах и все убрать Поэтому по умолчанию генератор будет создавать гем-файл с гемом, который имеет эти find by А с рельсы 4.1 генератор не будет создавать вам такой гем-файл Вам нужно будет скручную добавить, если вы вдруг не хотите это убирать С пятой рельсы ее выписано точно Ну, кишки не хватило сразу выкидить Вот голову круто Взяли, пришли Актех-ресурс Это плановку Главное, ятишка в столовой рельсе Штука Это не пользовался актех-ресурсом? Ну, хорошо, что ее выкидили Гам-файл была нужна Ну, в структе, если вам надо У них такая тема, что как бы Вот мы все меняем Но на самом деле Ничего страшного нет Мы боимся все это менять Поэтому они все выносят гем-файл Если вдруг вам очень страшно, то все это выносит Ну, очень правильно Ну, да Ну, а где же разговоры? Где же ненависть? Слезы и страх? Сессин что? Собственно Это именно актив-файл Как вы знаете Сессии в куке ограничены четырьмя килобайтами И вообще это плохо там хранить Потому что это четыре килобайта Ну, там, три и девяти Будет присылаться при каждом штп-запросе Поэтому клево сохранить там только антишник А сессию хранить где-нибудь Раньше был возможность хранить в базе данных Но это вообще не вариант Потому что, как вы понимаете На каждом штп-запросе Происходил отдельный запрос в базе Это вообще было немного штампируемое Это просто не смешно Поэтому они это выберли Потому что это нельзя использовать Это опасно и плохо Ну, как обычно Если что, ладно Типа нам сразу Что с вами делать Ну, и вот это самое главное Как вы знаете После создания рестерова Мы уже будем удалять кучу ассетов Нужно было сначала в паблике удалить индекс Потом в ассетах удалить А самое главное Что в этом закону открывали инструкцию Списали и увидели Что там что-то правило в роботах Что и туда Оно не работало Потому что там логический файл лежал Для новичков это было плохо Поэтому теперь там Особый контроллер Сразу в рельсе внутри И по умолшанию Генетро генерирует робот Который, как вы видите, наметит А Terra Protect Собственно, как вы знаете Так и мне Хомякова Многое изменило в нашем мире И Terra Protect Это была временной мерой Которые, ну как бы сказали Не, ну это ж не атака Собственно, у вас будет всегда Terra Protect Но он никогда не был Потому что им нельзя пользоваться Это такая штука, которая В ней совершить ошибку Проще, чем ее исправить Какой API он совершенно неправильный В хорошем API, наоборот Совершить ошибку Должно быть сложнее Поэтому Terra Protect Протект, к сожалению Никогда не работает Его выпиливают Из рельсы 4 Ну, как обычно Вот здесь и что Есть Кэширование 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 тоже на самом деле Никогда не работало хорошо Как нужно самому следить за кэшем Это куча магии И Ну Три системы кэширования Которые ни одна из них не работают Это нормальная API Это отсутствие такого API Поэтому в 2004 Есть два самых главных идеи Это полностью переработанное кэширование И полностью переработанная защита параметров Поэтому первое что Ну вот Что они выпилили Кроме Атеропротектов Они выпилили старые кэши Они сильно прокачали кэшвью И поэтому Кэшэкшен Кэшпэйш Вам не нужно Ну и тем более Вы помните В третьей рельсе У нас Кэшэкшен Поэтому ничего страшного Вызывать его в контроле Вам не нужно Кэшировать экшен Ну и поскольку Вам не нужно больше Как только не нужны Больше Кэшэкшен Кэшпэйш Вам не нужно Делать об сервере Чтобы следить и очищать кэш Поэтому в сервере тоже Выберем Ну как обычно Вам это можно все вернуть И Некоторые считают Что то что они выберли бэшкэш Это типа означает Что бэшкэш Это абсолютно злой Нет Я обожаю бэшкэш Потому что это реально реактивный То есть У вас все даже не доходит на рельсе Все просто Наверное Отдается Но Вам нужно понимать Что вы делаете И это только для Ручного управления Понятно что По умолчанию Систему кэшюми Использовать нельзя Ну и самая главная Фишка Главная идея Греста 4 Before filter Перевинован Before action Само собой Есть старый вариант Ничего страшного Главная идея Что вы понимаете Что это не фильтр Типа вы не можете Отфильтровать параметры Вы ничего не можете изменить Вы просто штука вызывается Поэтому Это никогда не было фильтрами И поэтому Само собой логично Что это переименование Ну Тест юлик Которому не нужно Заменивать Потому что Чуть-чуть их приближает К великолепию Мощи Эрспека И поскольку Заменивание Эрспектов И еще больше Применяли Эрспектов Применяли Эрспектов Ну и Второе Самое главное Достижение Четвертое Это Вы заменили Штопе глагол Путно Штопе глагол Патч Одного Статья Никогда не слышал Что есть Такой глагол Хотя я читал Все время Но На самом деле Там была цитата Большая Которая Действительно Говорит Пут Это Как бы У нас есть Система Эрспектов Эрспектов Когда Пользователь Запросит Первого Юзера Она дает Последнюю версию А патч Именно Заменяет Прошлую версию Ну Вообщем Если вы Прямо сильно Замучиваетесь Этим То Если у вас Система Диверсионность Вам нужно Обязательно Потому что По спецификации Штопе Это Нужно Глагол Но С того Собо Замена Ничего не меняет Потому что Старые Теперь Какие штуки у нас появились Потому что Само собой Мы Потеряли многое Наши Челны Полной крови И нам нужно Взамен Ну Окончательно Решили От Обычно Пример Из Знаменитого Примера Создания Блога И Мы Передаем Параметры Ну И Как вы понимаете Можно не только поставить те параметры Которые у вас Сформят Можно Менять Веля Которые не были предназначены Для этого И Тип пользователя Ланса Как ее решили Атеропротект Само собой не решение Потому что Вам нужно заранее защитить Так и работает система Нужно Чтобы она вас защищала заранее Чтобы она вас защищала И А Теперь Парамс Ну Когда вы Забираете под ключ Возвращает Не хэш Он Возвращает Особый волшебный хэш Вы же понимаете Этого рубля здесь Магия и все дела И Этот особый волшебный хэш Он на самом деле Наследоваться от хэша Он хэшем не является Когда вы его передаете В метод актив рекорда Он не считается Если вы передаете В метод актив рекорда Он не сроком Потому что Все поля Которые там помечены Они помечены Как настоящие А тут внимание на вопрос Здесь смотрите Если вы Как в старости Обычно Руками пишете Параметры Вы создаете Обычно Человечки хэш Он передается В модели И все работает А если вы пишете Парамс То он передает Волшебный хэш Конечно все не работает Чтобы она заработала Вам нужно явно указать Какие поля разрешены Какие поля требователи Это очень круто Потому что Если вы делаете Хорошей апплей То вы должны Заранее проверять Что им нужны поля Которые потом Не приведут В пятисотки А там Вернут Типа неправильный запрос Теперь эта проблема Проблема решена Потому что Там где вы разрешаете Поля Вы можете И так же сказать Что это не просто Разрешено Это обязательно А в документациях Рекомендуется Делать специальный Приватный метод Который будет Делать всю эту Фильтрацию Потому что Чаще всего Эти параметры Нужны нескольких местах Тем более Не нужно многоморзать код Код Должен быть Легко читаемый Не придавать смысл Здесь понятно Собственно Обязательный Логин Необязательный Но разрешенный Имя Ну и Можно писать Через запятую Красивый Собственно Такая штука Полностью Решает проблему Потому что Она и работает По принципу Белого списка А не по принципу Чёрного списка И что самое главное В отличие от прошлого Метода Она Контекстно Зависима То есть Об одном контроллере Вы можете разрешить Одни модели А одни поля А в контроллере Другие поля Ну поэтому Раньше Нужно было давать Хак И самое главное Что Фильтр полей Это не вопрос модели Потому что Модель работает с вашим Кодом Она изначально Работает с гарантированным Кодом Это изначально То, что должно быть В контроллере Вы пишите контроллер И вы тут же видите Какие поля запрещены Поэтому эта штука Гораздо лучше И очень хорошо Что заменили Это одно из главных достижений DS4 Второй Хороший плюсик Ну пока его не очень Умеют использовать И будут использовать Но это такая штука Которая Сейчас уже нужна Как вы знаете Все мы любим писать Рич Предложения Которые Вовсокий Как вариант Но Вовсокий Требут отдельного сервера И для просто Пуст обновления сервера Он мне очень подходит И вообще Есть давно Такие теории О том Что Вот клиента Запрос Ответ Ориентированная Концепция Веба Она устарела Она старая Теория Но Такая мысль Есть Что мы должны Перейти Нормальным общением Если вы знаете В протоколе СПИДе Который заменит Наши Вересе 2 Изначально предполагается Что у нас постоянно Держатся сотни Часть Которые Постоянно Сообщения Поэтому Все Фреймворки Стараются Реализовать Такую штуку Чтобы Можно было Что-то Дописывать И И поэтому В Сенатре уже есть Ну что Плохи Что Нужно опять Возвращаться Против Рельсы И забрасывать Рельсы Потому что Теперь Эта штука Есть И в рельсах Собственно Как сделать Такую штуку Чтобы Ваш экшен Работал Все Все очень просто Вы добавляете Примесь Ну Вот Здесь Контент Тайм Устанавливается Текст Эванс Это Именно Особый Апи Который Позволяет Браузеру Откечатать Страницу А еще Сидеть И слушать Ее Если Что-то Потом Приходит Он Передует В javascript Через Постмазочным Изменяем То есть Это Такой Вебсокет Для бедных Вебсокет Который Первый Можете Все Это Делать В Верси Собственно Вы Пишите Только Не забывайте Ручную Стрин Но Как вы понимаете Это приводит к очень интересному Умется Такой Потому Что Нам Желательный Поток Безопасность Я на самом деле Хотел всю Презентацию сделать На русском языке То есть Теперь Рейса Поток Безопасна Можете сказать Круто Вообще Все Нет Это не круто Потому Это Ничего не меняет Потому Потому Что Безопасна Только Сама Рейса У нас Есть просто Адовое количество Плагинов Которые Не безопасны И не пускают Потому Что Это Очень сложная Разработка Поэтому Потокобезопасность Остается Только На хаки Различные Подобные Штуки Вряд ли Для всех Всегда Не Говорите Это Джавра Заработчикам Они Будут Нас Шпилять И Говорить Что У них Всегда Будут Так Ну Или Как Вы Знаете Теперь Не Модно Теперь Модно Критиковат Новая Мода Тебе У Будут Сын Том Сын Подглаз Находится На волне И Встав Даже Такие слова Говорят Что Подглаз Это в смесь и прекрасной надежды, что я сейчас сделаю стартап и буду пользоваться весь мир, и у меня паза не поместится. На самом деле, у каждого паза не поместится во всю память. Паза не поместится во всю память. Поэтому, если у вас проект небольшой, покупайте новости верия, не мучайтесь. Ну, это лично мое мнение, большинство не зависит. Вот, и если вам нужны какие-то клевые штуки, если у вас проект на подвесе, и вообще, потому что подвес на самом деле гняжка, и во многих местах он довольно быстрый, они сделали очень важную штуку в новом подвесе, которая добавляет свойства. То есть, свойства включен значения. Производят различные свойства, включен значения. В этом индекс сохраняется, сохраняется вся магия, но у вас как бы документ в подвесе вообще нечто. Собственно, вам нужно что-то сделать? В миграции включить это расширение, а в миграциях добавить колонку, которая имеет волшебный тип htor, и прописать специальный метод, который скажет вашей модельке, что вот свойства properties — это не просто свойства, оно волшебное, оно хранит значение произвольное. И перечислить, ну, вот это название свойства и название колонки, а вот это — поля, которые он может хранить. Ну, так же, как в Монгоиде, вы вручную укажете их жестко. И вы тогда можете записывать. И можно не жестко указывать через hash properties. И в итоге вы можете искать, вот, пока не готов к красивой синдексис, вам нужно все это сделать через строку vr. Но, тем не менее, вот появляются волшебные методы уитс-хейт и так далее, которые являются отсылкой к волшебному контейнеру properties. И вот такой скейер запрос. Индексы работают, все, что было, работает. Вот такой синдексис, синдексис, любая модель, которую вы хотели раньше. Array. Array тоже было клево сделать, и они тоже это сделали. То же самое синдексиси, все меняшки. Ну, вы добавляете его в миграцию, и все. И он сразу работает, все поддерживается. Как сериализация, как мы раньше делали через сериализацию, то есть он также теперь работает в настоящем подпросе, но с более хорошим индексом. Ну, и как же без крутых полей? Через антикс можно хранить? Ну, вот один индекс, по-моему, есть, но как-то нет хорошего, ни апель, ничего. Там надо подключать другой, сейчас, и через него идут. Ой, очень интересно. Ну, да, все окей. Хранение имеет адресовку, кстати, довольно полезная вещь, и она, как бы, вам будет подрешать объект выбора. А CID — это API C6. Мак, UID, Rangie, можно сказать. Вот, собственно, теперь скеширование. Как ее полностью решили? Ну, не полностью решили проблемы, это, во-первых, матрешки, то есть, когда у вас, это, кстати, прямо в ChangeLog'е, она называется «проблема русских куколок». А, собственно, ну, когда вы вставляете в одну, в одну, в один шаблон вставляете в другую. И если у вас другой, ну, вот, то есть, второй шаблон зависит от модельки. Это зависит от модели. И, собственно, когда что-то обновляет модельку, у нее меняется Updated Ad. Updated Ad приводит к тому, что меняется CacheCache. И за CacheCache вот этот Cache инвалидируется, в первую очередь. Если у меня смеют менять с артикл, и нормально. Все комментарии перегенерируются. А вот здесь это работает хуже, потому что у нас здесь коммент, ну, как бы, верхний Cache не знает о том, что у нас внутри есть Cache. Теперь эта проблема решена. У них есть зависимость. Во-первых, все это само вычисляет. И, что самое приятное, если у вас меняется сам шаблон, у вас света автоматически валидирует Cache, потому что Cache теперь содержит MD5Cache самого файла шаблона. И всех зависимых внутри него. Ну, собственно, чтобы вот эта вся магия работала, нужно добавить, если только вы не знаете, в пункты, например, я недавно знал. От любой touch. То есть, когда у нас производится изменение модельки коммент, оно приводит к тому, что у нас меняется Updated Ad в статье, которую вы привезли. И это приводит к инвалидации Cache. Следующая главная вещечка. Ну, вы знаете, цескоплазь меня любит. У вас, наверное, в продакшене, в юдиплейте, но придется пойти попить кофе или отжаться, смотреть... В кино можно сходить. Да, в кино можно сходить, пока все это комфинируется, особенно если у вас спрайты. Это вообще... Теперь проблему починили. Они починили ее очень существенно. Это синтетический тест, например, этого чувака, который идет на интернете, провел. Я, потому что записал сразу четвертая версия, поэтому не могу сравнить. Вот он говорит о том, что она упала примерно 10 раз. Ну, это на самом деле так и есть, потому что они очень многие штуки оптимизировали, как минимум они оптимизировали... Как бы ассоцпоплазь смотрят, что уже откомпилировано и что не менялось. И эти штуки не будут перекомпилированы. Ну, и плюс они не записывают версию без хэша, потому что она изначально не была нужна, она очень опасна. Ну, это, на самом деле, минимально меняет. На самом деле, это сокращение немножечко нечестно, потому что из-за того, что они не просто увеличили скорость, они поменяли архитектуру скорости ради этого. Они почему-то решили, ну вот, весьма логично, что нужно сборки смениться в один гем. Собственно, если вам не нужен сборки смениться, просто убираете гем и все работает. Но вот, как вы видели, все эти изменения, это либо новые печали, либо какие-то вырезания, уже давно кода, который помечен как duplicate, либо, если это просто вырезали резко, то у вас есть гемы. Собственно, все остальные API ничего не меняется, вообще легко перейти на новые рельсы. Там, вот, у меня была проблема только с Rails Admin, который, он немножко пытался, что на самом деле не было Admin Protect. Ну, собственно, это может подключить багет, либо там буквально очень простой патч к Rails Admin, который уже висит в ветхе. Поэтому перейти очень просто. Если бы не спориться, они замытили очень хитрую штуку с этим выносом. Как вы понимаете, значит, что конфиги больше так просто не работают, там происходит многое у него магия, и эта магия сномала полностью все. А с этой не работает в Rails 4 прямо сейчас. Прямо в мастере у вас работают какие-то абстрактные, отконфигированные штучки. То есть у вас не работает компас, у вас не работает капистразм, у вас ничего не работает, потому что они очень много что поменяли. Компас вообще их сейчас нельзя интегрировать с текущим Sprockets Rails, потому что Sprockets Rails не предполагает нужных полезен. Плюс, к огромному сожалению, из-за изменения с корректурой Sprockets Rails гемы не могут добавить что-то в Assets Precompile. Например, когда вы подключаете Rails jQuery, она добавляет в Assets Precompile свой jQuery файл. Так вот она теперь не работает, потому что Sprockets запускает компиляцию из... она запускает компиляцию из ReactDusk, и как-то хитро, что она запускает до срабатывания всех слайзеров. Сначала срабатывает компиляция, а потом уже не повторяется. И, что самое главное, не работает, держать экзипом. И пока патча нет, я собираюсь прийти, если я сегодня напьюсь, и написать патч. Я сделал просто хак, на самом деле это очень сложно, если вам нужно резать четвертое прямо сейчас, напишите мне мой шефак, который включает экзип. И, ну, то есть, как бы, вот, ну... Это в спорте трейлсов, и они знают об этом, но как-то они все забыли об этом. И как-то особо никто этим не занимается, потому что в чем проблема? Когда у вас код находится в результате Rails, все хотят его исправить. Потому что вас тут же коммит в рельсах. И это тут же новая строчка к вам резюме, это слава, удача, сияние софитов, венок. А если код какой-то вынужденный гем, который постоянно связан, например, банки, которые используются чаще, чем рельсы, то это уже коммит не в рельсах. Это коммит какой-то непонятный гем. И это не значит, что вы такой плевый специалисты в рельсах. Поэтому никто не хочет коммитить банды, никто не хочет коммитить спорте с рельсами, и так далее. И, ну, там, например, в Исиус рельсах, там же постоянно я движу как-то весело, там, когда появляется какой-то баг, там смешные картинки, готики, всякие мемы, там, где все специальные мемы, которые появились чисто в Усиусе. Зато можно погонить, как на форчат. А в спорте вместо такая тишина, что просто ад. Т.е. я тогда написал, и ребята возрасту сломался, кто-то в этом знает. Я такие, чёрт, вообще ничего не понимаю, а чёрт ты. И всё, я больше никто не ответил. То есть ни плюс один, ни котиков. Почему никто не запросил котиков? Потому что самое влево в создании Исиус в Дейсах. И поскольку к ZIP не работает, вот это число не очень редко, вы понимаете. Раз не было компенсаций к ZIP, то это дурало там секунды-две. В каком смысле у тебя еще нет? Нет. Это не работает прямо с кучей массы. Но это, на самом деле, не так сложно починить. Там больше вопросов, чем как это починить. Возможно, это буквально однострочка. Нужно передать параметры. Они тупо забыли параметры, когда вместо вот один блок и другой блок, у них теперь там три блока. И когда они делали эту конструкцию, они забыли передать параметры, почему нужно сжимать сжатие. Вот не всё там. На самом деле у них с компасом проблемы. Ещё есть нюансы. Но с компасом решено. Это вот совместный патч мой и ещё одного чувака. А с компасом тоже всё не проблема. Там буквально парочку срок нужно было поменять. Вот у вас есть бранч. Ну всё это жёсткие хаки. Их нельзя использовать. Ну как бы их нельзя, как любите, как кугл-квость. Это пока жёсткие хаки. Их со временем облагородны. Ну как-то забыли. Ну это были главные фишки. Ещё раз напомню. Это решение проблемы кэширования. То есть кэширование теперь одно, хорошее и работает нормально. Повторю их решение проблемы атаки имени Ховякова. В-третьих, лайфстрим, который вам пока не нужен. В-четвёртых, thread-save, который вам пока не нужен. Ну это всё наоборот. Это потом изменит больше. Теперь какие мелкие няшки. Потому что понимаете, что самая клёвая по версии, это не лайфстрим, не хширование. Господи, о чём вы говорите? Самое клёвое в четвёртой рейсе – это параметр нод. Когда вы делаете where-запрос, у вас не было нормального атаки, чтобы делать специально. Теперь он не самый главный смысл приехать на этот рейс. Потому что это реально очень клёво. Ну ещё есть всякие няшечки, например, вы помните, выпили все find, а раньше был просто find, но он, по-моему, ещё остался. Я не убил, потому что я программировал с тем гемом, который добавлял волшебными методами. Find – это findById, но кроме этого он ещё кидает exception, если ничего не найдется. А хотелось бы, чтобы такие же, например, если у вас страница выбирается не по ID, а по коду круговым, по имени и так далее. Хотелось бы тоже, чтобы она бросала exception, и вам не нужно было это писать руками. Теперь у нас есть метод findById. Это аналог where-first, но в отличие от обычного where-first, он, в случае, если ничего не найдется, кидает exception. Это что-то такое же, факт. Дестройс с высотным знаком, ну, очевидно, кидает exception, и апдейт кампс, чтобы добавлять на себя калайлонок без глядцев. Ну, с токами. Это не так важно. Ну, в роутах появились какие-то общие штуки, например, комментарии, эти штуки можно было вынести вот в отдельный, такой хелпер. Ты не знаешь, как это переводится? Ну, как-то так. Ну, озабоченное. Озабоченное, да. Можно передать озабоченное с другим ресурсом и тем самым вырастить в ход. Загой. Да, окончательное решение проблемы криширования, это не просто нормальная API, это еще немножко убыстрее. Они перешли с ММК, что это вот клиент, на Дарик библиотеку. Ну, там же было раньше, ничего такого серьезного. Ну, он реально клевый, он быстрее работает, потому что риск побольше. Сюреализм побольше. Да, да, да. И часов побольше, которые на деревьях сидят. Да, и он теперь по такой безопасной. Тебе, понимаете, что это теперь? Самая главная модная фишка. Если вы делаете гены, то он по такой безопасной. Это будет очень модным. Он быстрее, он использует, новые API работы с ММК. И он имеет несколько штук, которые позволят легче разворачивать его на всяких хвостниках, типа кино. Ну, и мелкие няшки, которые я не знаю. Вот это я не понимаю. Ну, новый поляк HTML. То есть, если раньше вам нужно добавлять время, то теперь у вас есть быстрый халтер, хотя сюда это не нужно, потому что контроль, который рисуется просто в любые глаз. Ну, правда цвет нормальный еще. Хотя, не знаю. Кому нужно выбрать цвет? Я никогда не видел в применениях контроловного цвета. Ну, мне еще нравится, например, контроль выбране недели. Ну, ладно, неделя еще как-то два месяца. Я не понимаю, зачем выбрать целый месяц. Я еще в конце концов так уже адресу. Ну, короче, это никому не нужно. Ну, зато быстренько красивее. Теперь вы можете делать модель, которая не модель. Ну, типа, чтобы использовать всяких ресурсов, форм-фор и так далее. Чтобы она коммегрировала другу как модель, но он, на самом деле, с базой никогда пошел. Теперь у вас Include. Заметьте, что это победа DATAMI. DATAMI первый придумал, делать все эти модели через Include. Другой ссылке. Это такая штука, которую использовать опасно. Ее, слава богу, вы видели, как я понял, она из текущей рельсы. Она вначале была в DATAMI по умолчанию. Ну, только такие три года я, честно говоря, еще разобрал генерировать именно сейчас, в турбосылке или нет. Но проблема в том, что там поднялась огромная пуша, потому что вдруг оказалось, что турбосылки, они предсказуемый апп. Что такое турбосылки? Так. Кто-нибудь не знает, что это турбосылки? Верно мне подсказывать. Вы не знаете. Собственно, турбосылки, как вы знаете, в HTML5 добавили кружево. Трёвых штук. Не знаю, можно кубик рисовать. В том числе можно обычную из JavaScript менять и более. То есть добавлять его в историю. То есть вот раньше был Ajax, и Ajax был неудобный, когда у вас было все это шатно. Теперь у вас есть нормальный Ajax, но имеется в виду Ajax, когда вы щелкаете по ссылке, а она типа не загружается через обычный HTML5 запрос, это происходит через Ajax и меняется страницу. Напродумываю термины в Ajax и так далее. Короче, просто загружусь к новой странице через Ajax. И как происходит? То есть у вас JavaScript, он переходит в щелк-челк по ссылке, он загружает HTML, эту новую страницу, заменяет бодит, и меняет URL через особую API, которая позволяет вам иметь доступ к строке браузера. Это очень клёво, потому что вы можете рисовать просто чумовые анимации по изменению страниц. Я вообще очень советую, есть специальная библиотека в Pages.js, она ориентирована именно на такую штуку, и до этого была Pajax.js. Но оказалось, что кроме того, что она может существовать просто чумовые анимации, где там щелкаете, а в основную страницу в Google вылезает. Ну а на первую меню слева щелкаете, а с текущего сайта она слева вылезает. Так вот, кроме того, что она представляет рисовать такие няшечки, а оказалось, что она дает офигенные просто скорости. Там чуть ли не до двух раз, хотя на самом деле, если вы как-то не особо хорошо оптимизируете, это может быть до трех раз, до четырех раз, потому что у вас не перезагружаются асеты. Ну вы понимаете, то есть меняете только бодит, потому что у вас не запускается куча внешнего пресса и так далее. И не передаются картинки, не опрасываются кэши и так далее. Все это действительно работает очень быстро. И поэтому они придумали крёвую тему. Давайте мы беззаметно всех вставим файл трубосухи. Типа вот они так перешли на четвертую рельсу, и у них вдруг риск образовая скорость сайта. А давайте. И оказалось, что, как данного сожалению, трубосухи имеют просто непобедное количество неконтролируемых няшечек. Во-первых, как вы понимаете, асеты уже готовы, хеддер уже готов. Вы не можете его заменить. То есть у вас его слит уже дружный. Во-вторых, не дай бог, если вы не придумали какие-то системы изоляции. То есть, когда у вас будет загружаться новый JavaScript, вот тот JavaScript, который работал, например, с треницей пользователей, а вы загружаете с треницей контакта. Если у вас там используют одинаковые классы, то у вас другой JavaScript все это не может. Потом вдруг оказалось, что большинство плагинов челекуре не работает, потому что больше перестает зарабатывать условия, как вы понимаете. Неконтролируемых последствий просто какое-то огромное количество. И я вообще не понимаю, что вы это сделали. Нет, это реально круто. То есть, если вы установите новый проект, добавьте труболинки. Хотя лучше добавьте пейджи, потому что бумажка очень важна. Но новые труболинки используют вообще нельзя в каком случае. Есть jQuery Turbolis, есть примерно такая штука для предтайм, хоть кому нужно предтайм. Эта штука, она делает хаки поверх событий jQuery. Делает так, что вроде jQuery думает, что стремится работать как раньше. То есть, у вас обычный JavaScript, у вас обычная перезагрузка. Но это все тоже работает через хаки, и это не гарантированно работает рабочий вариант. Но, тем не менее, jQuery Turbolis снижает количество непредсказуемых багов. Существ. А это у меня еще раз не видно. Хочу давить, что там особо не видит никакого отошения с 3.4, они просто по отношению добавили в джемпайл. Если вы используете у вас сейчас версия 3, то вы можете его просто подключить в джемпайл, а это у вас боевые цепочки продают. Держаться, как вы видите. А, это все. Да. Я забыла добавить слайду от нас. Ваши отрасы. АПЛОДИСМЕНТЫ